добрый день сегодня расскажу вам про стабилизатор напряжения красивым наименованием олень прошу обратить внимание на шильзик данный прибор применялся в прошлом веке для стабилизации нестабильного напряжения электросети это частенько было в те годы особенно сельской местности поэтому телевизоры цветные не могли работать должным образом и для того чтобы обеспечить подобающее питание радиоэлектронной аппаратуре применялись вот такие симпатичные коробочки он из себя представляет такой квадратный пластмассовый корпус с развитыми инвестиционными решетками весом порядка 5 килограммов здесь не имеется выход выходные гнезда то есть который сейчас на станку видите электрический тройник вот ну и соответственно здесь сетевой шнур питания можно своим ожидать который втыкается в розетку соответственно какие бы колебания напряжения сети не происходили от 110 до 250 вольт включительно на выходе не всегда будет 220 вольт выпускался украинским заводом 70-е годы прошлого века это была первая модель была другая модификация несколько меньшего размера называлась она олень 10 давайте мы поглядим как все это работает вот у нас имеется авометр тестер т-43-101 установлен на измерение переменного напряжения вот предел 250 вольт в качестве нагрузки использовал вот этот старинный электрический паяльный потому что без нагрузки без нагрузки включать стабилизатор не рекомендовано и даже запрещено иначе он может поломаться вот итак смотрим значит сейчас у нас напряжение 0 включается он нажатием вот этой клавиши после чего должна загореться лампочка сигнальная находящийся под этой же клавишей включим что мы видим ничего мы к сожалению не видим слышим только гудение видим загорающуюся лампочку так о контакт плохой был вилки питания вот сейчас мы видим соответственно как у нас стрелочка указала предел двести пятьдесят двадцать пять вольт нежели мы отключим то она соответственно уйдет на ноль проверяем 220 вольт на выходе вот для того чтобы продемонстрировать возможности данного прибора в работе я вот взял такой симпатичный трансформатор 220 на 127 вольт вот давайте мы отключим наш аппарат отключим от него наш прибор и проверим сколько вольт на выходе выдает данный трансформатор вот отключаем и смотрим на наш тестер так вот у нас вилочка включения вот у нас вилочка включения данного трансформатора если мы его так сказать включим в сеть то мы увидим что приборчик нас покажет да совершенно наверно порядка 130 вольт напряжение вот у нас теста подключен форматором вот выключим его и сети воткнем опять-таки страничок штекера нашего прибора вот а шнур питания шнур питания нашего стабилизатора мы ставим в гнездо выходной трансформатора 127 вольт да вот ставим его и соответственно включим трансформатор сеть вот трансформатор у нас работает теперь посмотрим что нам выдаст вот видите при входном напряжении 127 вольт вот убедитесь вот не идет сюда на трансформатор трансформатор идет соответственно розетку питания и все равно волшебным образом из 127 вольт мы получаем 220 вот не хочется возиться со трансформатором с лабораторным смотрим сказал бы вам что при изменении напряжения собственно говоря на выходе и все равно получаем те же 220 вольт необходимы для питания аппаратуры отключим удалим вилочку вырубим все посмотрим благодаря чему все таки происходит такая чудесная метаморфоза я ничего вас даже нагрелся работать я хочу вам сказать следующее что работает прибор на основе от трансформаторного метода в принципе устроен до примитивности просто корпуса специально свечу если вот мы его так сказать удалим то мы увидим почему у нас такой тяжелый массивный чему все-таки гудит да внутри у него находится видите сетевой трансформатор с броневым сердечником вот и два дросселя а также батареи конденсаторов вот собственно говоря и все устройство этого прибора вот то есть вот таким вот простейшим методом без всякой электроники висящий полупроводником вот основываясь на трансформаторном методе питания методе питания вот данный прибор помогал скажем так в прошлом веке работать сложно электронной аппаратуре помогал сохранить все эти сохранности телевизоры вот да он предназначен для питания скажем так телевизоров радиоприемников и подобной нежной радиотехники вот максимальная мощность на выходе как я уже говорил 350 ватт но к сожалению через него включать нельзя ни холодильники не пылесосы не там стиральные машинки то есть он не предназначен для работы с двигателями с электрическими двигателями все что я хотел вам сказать про этот прибор спасибо за внимание до свидания